Пожалуйста, кто еще? Кто еще? Да, пожалуйста, пожалуйста. Читать не надо лекции, они выступят на госсовете в среду. Не надо, дадут вам, дадут по 5 минут, а я только 3 минуты. Лекции читать не надо здесь, в Кремле. Тут умные люди собрались. Дополнительные доходы, расходы понятны, где можно взять. И надо нам про миллиарды говорить, и про нефть, и про газ. Вот город Москва, две гостиницы. Одну снесли раньше срока и пустырь. Другую уже отстроили, и она пустая. Работают первый этаж, только рестораны и магазины. Кто в этом виноват? Столько недополучено денег? По гостинице Москва спорят два бывших моих депутата. Керимов и Егизарян. Егизарин в бегах, потому что Керимов с Лужковской мафией возбудили уголовные дела. Лондонский суд вынес решение в пользу Егизаряна. Деньги есть, гостиница есть. Два чудака спорят. Надо их помирить. Мы говорим, где офшеризация? Заставить деньги вернуть сюда. Но нужна амнистия. Мы говорим, верните деньги в Россию, а амнистии нет. Кто же будет возвращать? Сперва амнистия, а потом требование вернуть. Эти два человека, они готовы. Нужно посадить. Кто должен посадить? Белоусов помощник ваш по экономике. И пускай рассчитается друг с другом. И заработает гостиница. Они оба совладельцы. Егизарян привлек чужие деньги. И дочь и банк великолепно что сделал. Его в тюрьму, он бежит в Америку. Что за бизнес такой? То есть он готов здесь работать. Сперва отца убили, потом брата, а его в бегах. Талантливый бизнесмен. То есть мы должны показать успешных бизнесменов, а мы их по тюрьмам, так сказать, гоняем. Предлагаю уголовные дела закрыть в отношении всех бизнесменов. И амнистию всеобщую объявить. И попросить их, и они все сюда эти деньги привезут. И наконец пусть заработает гостиница Москва. Это позор. В центре Москвы конфетка стоит и бездействует. Хрущев поднял церену. Валерий Владимирович, сейчас нужно поднять малый бизнес. Семейный. Снизу. Заявительный порядок. Никаких документов. Чиновники не пропустят ничего. Только заявительный. Кроме алкоголь, табак, оружие, лекарства, наркотики. Пять видов. Все остальное делайте день и ночь. И никаких налогов. Ноль налогов. И кредиты ноль. Без всяких процентов. И аренды помещения выдаются немедленно. Валюту всю немедленно продавать на рубли. И ограничить переводы валюты за рубеж. И включить печатный станок. Чтобы денег хватило на все о том, о чем я сказал. Без этого не обойтись. Это нужен бум. И страна заработает. Чтобы вы сейчас смотрите, все темно кругом. Шесть часов, там пять часов. У нас рано темнее. Все должно гореть. Подвалы, все подсеки, все помещения. Чтобы люди могли работать. Последняя пропаганда. Я не говорю про телевидение, радио. Наши миллионы учеников в школе. Что им преподают? Русская литература. До сих пор главный герой Муму Герасим. Это что такое вообще? Глухонемой дворник. Главный герой. Дети учатся. Нужно быть глухонемым дворником. И жалеть маленькую собачку. Это что такое вообще? Кого мы взращиваем? Я сказал, главный герой барыня. Она, у нее усадьба, у нее дом. Во есть на причистенке она живет. А он мигрант, откуда-то глухонемой, в деревне. То есть это же пропаганда. Вот я школьникам представил урок. Несколько уроков. Вам через Песковую кассеты передадут. Вот если наши учителя будут так уроки давать в школе, у нас будет другое поколение. Сегодня учителя, это не урок. Они преподают так нашу историю, литературу, географию, что ученикам противно сидеть на уроке. Вот называют лучшие учителя года. Дайте мне ваших три лучших учителя года, и я дам урок в любой школе. И пускай ученики скажут. Это лучший учитель года им нужен. Или так, как я им прочитал урок. Это по-другому делаю. Я направил Ливанову министру образования, кассету с моими уроками. Тишина. Чиновники ничего не делают. Но пускай ученики решают. Ученики. Если скажут, что вот такой урок им нравится, они сидят, у них глаза на лоб лезут, когда они слушают меня. И спят, когда перед ними уходит такая старая дама. И что-то начинает шавкать про то, что ей самой противно, она сама уже забыла. И Тургенева, и Гоголя, и всех остальных. Взрыв нужен именно в школе. И чтобы было желание стать успешным, так сказать, предпринимателем. А мы им сообщаем, посадили, домашний арест отправили, посадили. Тоже захочет быть успешным. Поэтому вот в этом плане надо поменять нам пропаганду в школах. Не пропаганду, а как преподавать в гуманитарной дисциплине. И с бизнесменами сперва амнистию объявить. Мы говорим, дефшеризация, амнистии нет. Я коротко, читать лекции не надо, учить не надо. Здесь все умные собрались. С Новым годом, дорогие товарищи. Спасибо большое. Все? Спасибо.